Сегодня, пожалуй, впервые за последнее время казахстанские санэпидемиологи заявили о снижении прироста заболеваемости коронавирусом. СПА зафиксирован конкретно за последнюю неделю. Показатель снизился на 2,5%, однако это не значит, что пик пройден. Главный санитарный врач страны Айжан Исмагомбетова полагает, что в конце мая в республике будут 5300 случаев инфицированных. К нам в студию присоединяется моя коллега Ардак Камал. Ардак, откуда такие пестимистичные прогнозы? Добрый вечер. Корректировку прогноза главный санитарный врач объяснила большим количеством завозных случаев. Это означает, что сохраняется не только внутренняя, но и внешняя угроза. На сегодня в стране зафиксировано 3105 случаев заболевания коронавирусом. По-прежнему по количеству заражений лидирует Алматы. В этом городе уже почти тысяча инфицированных. В апреле месяце мы видим, что число завозных случаев увеличилось. Это связано с развитием эпидемиологической ситуации в приграничных с нами странах. В целом по Казахстану мы говорим о том, что до конца апреля мы прогнозируем где-то около 3400 случаев, а до конца мая это порядка 5400 случаев. Выздоровели на данный момент 798 граждан. Главный санитарный врач Айжан Есмагомбетова рассказал, что ковид перейдет в сезонное заболевание. Поэтому нам нужно научиться жить с коронавирусом. Носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию и проветривать помещение. От врачей будут даже требовать справки о том, что у них нет ковид. Но пациентам иметь такую справку не обязательно. Понятно, что он есть уже, он будет все время с нами и он будет характеризоваться сезонной подъемностью как ОРВИ и грипп. То есть это подъем заболеваемости начинается где-то с конца сентября, начала октября и завершается к концу апреля, начало мая. От болезни скончались 25 казахстанцев. Но теперь в эту статистику смертности не будут включать случаи летальных исходов, где ковид был сопутствующим заболеванием. Для того, чтобы установить истинную причину гибели, в каждом регионе создали специальную комиссию. Например, если пациент умер от инсульта и позже у него выявили коронавирус, то ковид не станут считать основной причиной смерти. Спасибо. Арда Камал рассказала о ситуации с вирусом в Казахстане и о прогнозах санэпидемиологов.